Привет! И сегодня я хочу вам показать некоторые подделки и самодельный инструмент, которыми они сделаны. Кто занимается столяркой, сразу могут оценить породу древесины и работу. Говорю сразу, что заказы на изготовление дверей я не принимаю. Но сейчас занятия столяркой это хобби, потому что есть желание делать более эксклюзивные, но мелкие подделки. Такие как шкатулки, мебель или что-то такое более интересное. Именно только сейчас появилось такое время для творческого занятия. Самое интересное здесь, конечно же, будет то, что большая часть инструмента нас самодельного. Показать инструмент. Это для выставления ножей профильных. Это для пуланночного станка выставления. Здесь тоже хитрые приспособки. Так, фрезы. Головки. Так, набор фрез. Так, для фрезера. Так, смотрим. Но это далеко не все фрезы. Так, сейчас я потихонечку буду показывать. Кстати, хотели поучаствовать в конкурсе Хартвуд. Новогодние подделки. Но, к сожалению, не успевали. Так, фрезы. Значит, здесь... Это уже купленные фрезы. В ней головки с насадками. Здесь можно ненавалось. Это жеüğ gedогает. Так, я снять. На черный кашу. Это будет недельно. Я заливаю. Субтитры сделал DimaTorzok Механизм подъема и опускания у него винтовой, упор с помощью гайки выставляется, точнее вылет фрезы выставляется с помощью гайки. Вот это, чтобы удобно было просто держаться. Ну вот, примерно такая вот штука. На мой взгляд, гораздо интересней это копир. Иногда такое приспособление называют пантографом. Наверное, от слова понты я не знаю. Вот такая вот наша рекламка. Конечно, основная работа очень долго – это сделать копир. А потом уже по нему рисовать, конечно, милое дело. Ножовок, рубанков, тисочков, всяких различных приспособлений. Ну, это мы как-нибудь в следующий раз более подробно про все это поговорим. Данный станок один из трех. Наверное, этот самый простой. Данный станок один из трех. Зат按 линься. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...